Лига чемпионов продолжается. Сегодня начинаем с матча Манчестер Сити-Копенгаген. В первом матче Копенгаген ничего не показал, но в принципе они и так творят историю. Они вышли из группы и оставили за бортом очень сильных оппонентов. Если мы говорим про Манчестер Сити, то сегодня они дома у себя и болельщики будут гнать их вперед. Если мы скажем вам, что Манчестер Сити имеет шансы выиграть чемпионат Англии, то это так. На данный момент они имеют 62 очка в своем активе, а вот Ливерпуль имеет 63. В принципе шансы большие. Последние встречи Манчестер Сити играют следующим образом. Выиграли 3-1 Манчестер Юнайтед, выиграли 2-6 Лутон Таун, выиграли Бормут 0-1, выиграли Брэнфорд 1-0, сыграли в ничью с Челси 1-1 и выиграли Копенгаген соответственно 1-3. Если я вам скажу, что Сити сыграл больше матчей после паузы от Лиги чемпионов, то это абсолютный факт. Остальные участники ЛЧ сыграли меньше, то есть они отдыхают. Но Манчестер Сити выиграл Требл в предыдущем сезоне, а это очень сильно. Главные три трофея достались именно им, несмотря на сборные, Лигу чемпионов, Кубок Англии. Чемпионат они все равно выдержали, не сломались, не пополучали там травмы. И это абсолютный факт, это респект. И сегодня матч с Копенгагеном. Копенгаген что? Там чемпионат Дании, третье место, последние встречи неуверенно играют. 2-0 проиграли, 2-0 выиграли и 0-3 выиграли. И проиграли Манчестер Сити соответственно 1-3. Сегодня легкая победа для Манчестер Сити. Возможно 2-0-3, 0 Бордеола на каждой конференции говорит, что мы не расслабляемся. Мы в тонусе. Нет недооценки оппонента. И это просто топ. Это респект. Переходим к следующему матчу. Теперь давайте общаться про следующий матч. Это Реал Мадрид Лейпциг. В первой встрече Реалу было очень непросто. Андрей Лунин спас коллектив. Лейпциг бил, издевался и даже не соблюдал фейерплей. Но в принципе Андрей Лунин, украинец, который доказывает, что он готов бороться за состав даже самим Тибо Куртуа. Как минимум год Андрей еще будет играть. А вот Тибо Куртуа прямо сейчас набирает оптимальные кондиции для того, чтобы вернуться на футбольное поле. К Реалу нет вопросов в чемпионате Испании. 66 очков первое место. Но вот последний матчик, конечно, отыгрывает не совсем удачно. 2-2 с Валенцией. Это тому подтверждение. Но что сделал арбитр в конце? Он просто забрал гол. Он забрал гол в коллективе Реал Мадрид и Беллингема. Беллингема вообще потом удалили. Он еще дисквалификацию получил на два матча. Но Реал подаст апелляцию. Соответственно, выиграли Севилью до этого. Собственно, 1-0. 1-1 сыграли с Райо Валикан. И выиграли Лейпциг 0-1. Вот этот матч в Лиге Чемпионов у ИФА был. Смотрите количество матчей Реала и Манчестер Сити. Разница ощущается. Сыграли буквально раз-два-три. А вот Сити сыграл почти в два раза больше. И, кстати, думайте об этом тоже. Потому что футболисты не роботы. Они могут уставать, получать травмы. И это абсолютный факт. Если говорить про Лейпциг. Они сейчас на пятом месте в Бундеслиге. В принципе, не совсем уверенная команда. Есть некие пижонщики типа Симонса. Но это уже другой вопрос. В принципе, Лейпциг умеет бороться. И умеет подходить к таким командам, как Реал. Очень ответственно. И мы это с вами прекрасно понимаем. Они выиграли Покум 1-4. Проиграли Баварии 2-1. И выиграли Боруссию, Минки и Кладбак со счетом 2-0. В принципе, Бохум, который тоже портал нервы Баварии. Вот Лейпциг ответственно подошел к этому вопросу и переиграл. Чего ждать в этом матче? Я думаю, что Реал Мадрид у себя дома, в принципе, не уступит 100%. Болельщики будут гнать вперед. Они хотят выигрывать. И настраиваются максимально. Победа на выезде со счетом 1-0. Это вообще ни о чем не говорит. Правила выездного гола уже давным-давно нет. И я уверен, что Анчелотик говорит, что Ребят, для нас все начинается с самого начала. Просто доказываем и забиваем. Ну а сегодня наслаждаемся снова Андреем Луниным. Я получил от него огромное удовольствие. Как он вообще тащит эти мячи. Не забудьте подписаться на канал. Напишите мне свое мнение в комментариях. Хейт, критику, какой-то анализ, умную вещь. Потому что мой канал не просто так называется. Футбол, анализ критика. Футболpreerm. Футбол. 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 Продолжение следует...